Здравствуй. Первое самое важное. Как зовут? Семен. Чуть-чуть поближе, чтобы с кадрой не выходил, чтобы тебя видели. Здравствуй, Семен. Где отдыхаешь? В Хуторке. О, прям класс. У меня за Хуторок нет отзывов. Рассказывай. Сколько у вас вообще человек приехал? Я и девушка. Вдвоем, то есть. Сколько стоит номер на двоих? У нас получилось со скидкой, ну, мы на две недели в районе 50. В две недели 50 тысяч, это сколько в день вы считали? 4-800. 4-800 на двоих аж. С питанием, без? Без. Без питания. А что вы за эти деньги получаете? Мы получаем хороший номер. Все удовольствие. Номер сколько квадратов? 22. 22, то есть большой прям. Да, большой номер, два спальня, кровать, полотенце, все меняется. Сколько дней раз замена? По-моему, раз в три дня. Раз в три дня. Так, далее. Большой бассейн на территории. Он с подогревом или без? Ну, насколько я знаю, он без подогрева. Без подогрева, да. А что еще? Помимо этого, ну, на территории есть бар, собственно, самозахват. Самозахват, как ты называешь его. Не на территории, а уже на Пионецком проспекте, вот этот самозахват. Но бар, вот, кафе, вот этот ресторан классно просто. Вы кушаете там постоянно, да? Мы кушаем там постоянно, да. Да. Вот в столовой много народу, конечно, когда в обед люди возвращаются с моря. Чуть-чуть поближе подойдет, я боюсь, что у нас будет плохо скучно. Очень-очень много народу в столовой. То есть идут прямо кушать целенаправленно туда? Да. А о чем там выходит вам надо покушать в обед? Мы сегодня покушали в обед на 450 рублей. Это два салата, два супа и пюре. То есть, в принципе, полноценный компот. И два компота, да. Полноценный обед, в принципе. Наелись? Да. Вообще хорошо, конечно, недорого так получается. Так, говорят, что этот район немножко скучноват. Я так скажу. Мы приехали сюда. В прошлом году я смотрел твое видео. Вот. И мне очень понравился пляж Кавказ. Ты его постоянно как бы... Показывал, да. Показывал, да. Вот. Мне безумно он понравился. И прямо в последний момент, перед поездкой, мы хотели ехать в крестоль. Или где-то. Ну, ты еще рассказывал в своих видео, что твой брат то ли туда приедет, то ли что-то такое. А, все понял. Знакомый. Это на Мужепсине находится. Да-да-да. Около Мужепсине, да, где знаменитый забор. Да. Алексей Баранов в прошлом году должен был там отдыхать. Вот. И мы хотели поехать туда. Но после твоих видео мы поехали сюда. На ту дорогу, да? Да. Потому что ближе к Кавказу. Именно вот твои видео сыграли главную роль. И вот. И спасибо твоим обзорам. Огромнейшее реально. А сколько, подожди, еще от тебя привыкли? Да спасибо. А по времени от Хутарка до моря вы пойдете? Минут 7. Вот так вот. Ну, у вас еще свой пляж, мы сейчас тоже об этом сказали. Да-да. Мы догадались приездом. Все нормально. Ну, еще без воды только. Да-да-да. Только воду. Вот там спасатель, который сидит в будке, да, он говорит. Воду дали. Вот. Вот. Точнее, все сделали. Вот. Что-то у нас божьи коробки полетели. Да. В скотине, да? Да. В принципе, вот то, что вам обещали, вы все получили. То есть вы довольны? Да. Мы второй год подряд уже приезжаем по дорогу. Очень довольны. И вы тоже тоже показать. А если в следующем году все так же туда же? Или будете что-то искать? Нет, не будем искать. Я тоже считаю. Когда находишь место, которое по душе, зачем это перементировать? Спасибо. Так, пляж Кавказ. В целом что-то изменилось? Куча в лучшую сторону в прошлом году. Больше людей стало. Горябка. Из-за того, что поставили вот это, видимо, городское как-то. Вот. Где продают платные места. Ага. Платная тень, да. Да. Платная тень вот такая вот. Из-за нее. Ее в прошлом году не было. Было мало народу. Мы приходили там в любое время. Могли прийти в 10 утра, в 12, неважно. Сегодня мы пришли в один, где-то к 11, может быть, в пол-11. Народу было кучу просто. Уйма. Как-то от центрального пляжа в Анапу. Вы просто представьте, все люди оттуда бегут. Ну да, да. Люди бегут, потому что течение уже идут туда. И вот. И я там представляю, что творится. Завтра пойду в Анапу, в центральный пляж. А, ну я не знаю, когда это выйдет, тогда не будем говорить. Анонс. Ладно, я понял, что тебе, в общем, все здесь нравится. Не скучно. Ради моря приезжать сюда стоит. Да. Если отдых, я так понимаю, на параллели либо джемотеда. Да. Все. Тогда кому-то может привет передать. Хочу передать привет всем своим родным из Москвы. Вот. Своему другу Илье. Илья, приезжай, да? Да. Приезжай с нами, Илья. Приезжай к нам сюда. Вот. Вот замечательный человек, который поможет выбрать место. Ну, я думаю, зачем выбирать, если ты ему уже посоветовать проверенное собой. На самом деле, даже вот всем говорю, что не посоветуй, едьте. Вот у вас друзья отдыхали, и с ним понравилось. Лучше вот так вот ехать. Нет. Я просто хочу сказать для всех, что благодаря именно Юре, мы сориентировались, куда именно приезжать, где лучше отдохнуть. Это все твоя заслуга. Спасибо. Я, честно, особенно твоя заслуга очень старался. Это все твоя работа. Она реально приносит плоды. Вот. И в дальнейшем я желаю тебе успехов. И вот как ты развиваешься сейчас, да? Меняешь формат. Мне это очень нравится. Спасибо большое. Это, на самом деле, приятно. Особенно, когда подписчики замечают. Я просто сегодня получил немножко негатива. Говорит, ты каждый день одно и то же показываешь. Да ладно. Мне не надо. Мне нравится, когда я на квадрокоптерах стал летать. Сейчас. На катамараны сегодня. Одно и то же, понимаешь? Одно и то же, как будто. Да, я два года смотрю, уже прям не знаю. Каждый день что-то новое придумают. На самом деле, тяжелые. Говорят, обзоров мало. Обзоров, по-моему, миллион уже на канале по всяким гостям. И по поводу того, что вот тяжелые. Говорят, а, это не работа. Это тяжелая работа. Я с тобой согласен. Полностью согласен. Благодарю тебя. Спасибо за теплые слова. Хорошо отдыхать. 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 Так, все, ребята. Вам всем пока. Отдыхать.